Это определение даже не столько о банкротстве граждан, сколько о восстановлении и исчислении сроков на включение в реестр требований кредиторов. По сути, в этом определение, определение по делу о банкротстве Урбана, но это не Урбан Группа, это у нас не застройщик, это у нас физическое лицо, так, Урбан В.Ю. Вот. Определение от 2 июля 2018 года номер 305 С17 170, так, ну, 10070. Тут ситуация практически калька из постановления пленума высшего арбитражного суда номер 59, то есть кредитор предъявил исполнительный лист в службу судебных приставов и счастливый думал, что все, ему не надо заботиться о своем требовании, есть специальный человек от имени государства, который получает зарплату и работа которого состоит в том, чтобы обеспечивать исполнение судебных актов. Но дальше, а должником по обязательству было физическое лицо, которое дальше уходит в процедуру банкротства. И гражданин наш полагает, что требования это у пристава, судебный акт у пристава, исполнительный лист у пристава, поэтому он не предъявляет установленный срок, свои требования в реестр требований кредитору данного физического лица. И суды здесь говорят, ну порядок включения-то разный, если вот для юрлиц есть еще старое разъяснение высшего арбитражного суда о пресекательности срока, то вроде бы новеллы параграфа 1.1 нам говорят, что срок здесь на включение в реестр может быть восстановлен, что он более больший по размеру, 2 месяца, а не в наблюдении том же финансовом оздоровлении, а не 30 дней как для юридических лиц. Вроде в общем про это правило забывают нежестоящие суды, но Верховный суд говорит, ничем ситуация не отличается. Соответственно, если кредитор гражданина передал исполнительный лист судебному приставу и рассчитывал, что тот его исполняет, а тот уже давно его не исполняет, а передал финансовому управляющему этот исполнительный лист, то ситуация идентичная разъяснениям, которые даны в 59-м пленуме, и срок вообще даже не начал течь. Потому что 59-й пленум нам говорит, что когда кредитор передал исполнительный лист приставу, то он не должен начинать утро с просмотра подшивки коммерсанта, не стал ли его контрагент банкротом. То есть этим заботится теперь специальный государственный служащий судебный пристав исполнитель. И вот здесь Верховный суд, что называется, устраняет эту ошибку, то есть принимает акт о схожем регулировании, исходя из схожести правоотношений, общий подход. И здесь единственный вопрос, довольно-таки странный, а почему же это не сделали ниже стоящие суды, только когда мы говорим об этом.